добрый вечер ну как бы хейтеры интересуются они же знают что в жизни никогда на море не было но только что домики были пять лет назад они стоили от полтора миллиона евро потому что в них от 300 до 360 квадратов сейчас я подозреваю что стоимость некоторых превышает 4 миллиона евро все почему вот сосны вам показываю это сосны сами понимаете к чему я клоню все это заканчивается через 20-30 метров просто начинается чистейшее адриатическое море и просматривая красивые волны мы с вами поговорим все-таки о рынке от трейдинги и о том как нужно бросать якоря что подразумевает стратегия когда вы не ставите стопов это подразумевает в том что вы выбираете акцию бросаете в ней якорь то есть вы начинаете набирать позицию если вы якорь бросили это означает что начинает формироваться позиция на лонг и она уже находится близко критической своей точки вы начинаете набор позицию вообще у самого управляющего это происходит так что при формировании позиции в принципе средняя по этой позиции стремится к сегодняшней или вчерашней цене или она стремится как раз к точке рыночного такого равновесия, что в момент разворота вы будете находиться примерно, ваша позиция будет находиться примерно рядышком с рынком или даже если рынок не дай бог задержится в нижней критической точке, то есть ваша позиция будет намного уже лучше той цены, от которой рынок начнет разворот но многие этого не понимают и они продолжают ставить ставку, как в казино они представляют себя просто простых казиночерников они заходят на все и чем больше их глупости, этих людей тем больше они подключают плечей к своей сделке в надежде на то, что стоп не проскользнет они выйдут и стоп их спасет но я вам сразу говорю, стопы никого никогда не спасали они всегда проскользнут если вы используете стопы вы не сможете набирать позиции через ночь это вам не поможет так как на вне рынки существует огромное количество сделок и те акции, которые должны умереть они умрут после закрытия торгов на какой-то информации они умрут и все на вне рынки на вне биржи произойдет и эти стопы ваши они совершенно ни о чем их раскручивают брокеры чтобы как можно вы делали больше сделок в минус если вы управляющий понимаете примерно уровни цены вы берете на себя единственный риск снятия с листинга акции или банкротства все остальные или закрытие всех бирж в мире или отмены той валюты в которой вы торгуете то есть вы берете все те риски которые вы не можете контролировать что вы не можете контролировать смысла нет вообще об этом говорить то есть и смысла нет об этом что-то там вообще дальше разглагольствовать но единственное поймите если вы надеетесь на стопы то он вас этот стоп обязательно подведет и обязательно эта сделка закончится для вас катастрофой паровозе, паровозе какой пароля а пароля-то и не менялся пароля-то остался прежний конечная станция все трусы покинуть баркас когда нужно покупать покупайте а не станите и не пугайтесь будете пугаться потеряете все деньжатки свои если же вы принимаете на себя риск того что компания может когда-либо в перспективе обанкротиться но вы посмотрели по ней все отчеты вы понимаете что в ближайшее время она не обанкротится но есть конечно исключение есть самые лучшие компании вдруг почему-то обанкротится тогда у вас должна быть методика набора позиции должна у вас быть стратегия и должно у вас быть такое количество сделок которое позволит вам всегда быть рядом с рынком и ловить любые отскоки вот на ваших глазах в компании которая валится и все говорят что это мусорная компания ну это вторая компания после ЕМЕС с которой я занялся поймав на ЕМЕС 7 отскоков отскока по 200 я думаю вы понимаете о чем идет речь ведь это все было сделано за 5-6 месяцев на ваших глазах можете пересмотреть ролики игра в банкротство и я там оставил огромное количество акций но за которые я не платил мне просто интересно если дадут 5% то я думаю что еще на остаток я получу примерно на 500-700% прибыли ну вы в это конечно не верите несмотря на то что предыдущий отскок в СПН создал 70% также никто не верил что и второй отскок что-то даст ну вот он дал за сутки всего лишь каких-то 90% роста и аналитик Уткин поехал в психушку вообще ясен пень что это все фотомонтаж все сделки зеленые которые они нарисованы которые красные настоящие все остальное фотомонтаж очки за 900 евро засветил он сейчас вообще я чувствую любимая моя рубрика будет это приключение аналитика Уткина Утка это такая штука что когда ты лежишь в больнице и ты совершенно уже бездействуешь тебе так сказать подносят медсестры эту утку то есть это просто полностью расписаться в своей полной беспомощности всем советую кто не знает Уткина узнайте что это за такой аналитик просто посмотрите его последний ролик от вчера это просто шедевр то есть в самой точке апогея когда нужно набирать и когда все тебе сигнали что будет отскок настолько мощнейший что даже я самый лучший в мире трейдер решил что этот отскок будет скажем там 40-50% он за сутки составляет 90% то есть я даже ошибся в два раза но господин Уткин это просто уникальный человек он просто видит что в этот момент акция просто будет падать дальше и не поднимет свои головы никогда то есть по сути он ошибается в бесконечность то есть ошибаться в бесконечность это тоже талант то есть нужно его это понять и простить этот талант просто принять то есть человек этот настолько бессмысленный настолько ничемный а кто его смотрит я вообще это даже не представляю но меня это очень забавляет особенно на отдыхе я по нему как говорится сверяю часы такую сделаю паузу потом идет рост процентов 25 и этот господин Уткин начинает говорить что этих сделок не существует что эти сделки все нарисованы что это все фальсификация что это вообще страшное просто вообще машина обмана работает и продолжает работать и людям просто компенсируют мозги да что это я просто не знаю как он это делает то что он это обманывает и рисует эти сделки я знаю но как он это делает я не знаю но сейчас он почему-то пропал потому что рост в акции просто за сутки составил 90% если он будет сейчас делать какой-то ролик он будет просто выглядеть полнейшим идиот его же люди смотрят и он говорит шлак шлак не берите это просто говнище страшное покупать его нельзя и все такое прочее и через сутки у этой акции просто плюс 90% и все что ему говорить своим этим я не знаю кто его смотрит но какие-то там просмотры у него есть поэтому отвлекаемся от него и продолжаем изучать нашу систему шаблон который так мощно разворачивает рынки как это делает она это делает очень просто в тот момент когда визги вопли драма истерики публика просто страшным образом истерит доходит до уровня апогеи посты на смарт-лабе допустим выходят в топы которые ну контент обсирающий меня они выходят в топы в этот момент все глумятся и им вообще просто они испытывают кайф эйфорию у них наслаждение видимо кокаин для них дорог и что-то какие-то другие наркотики они не могут себе позволить и тут их просто начинает распирать от чувства собственного достоинства и бах проходит сутки и то что они все вместе обсирали сутки назад вдруг выросло на 90% им невдомек как такое может быть что почему они ставили на черное а выпало красное и тишина и тишина и ни одного поста казалось бы рост 90% значимое событие если вы участвовали в каком-то там обсирании которое лишь забавляло умных умных людей которые в этот момент просто тупо покупали на все опять же я вам хочу сказать плечи я не использую но счетов использую очень много и когда я сижу и у меня не хватает рук чтобы покупать 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 я смотрю как в этот момент меня все продолжают обсирать 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 и в этот момент я уверен и просто ставлю все больше и больше денег потому что я работаю против толпы и их самокупный мозг крайне ничтожен только что тут выкрутасы были такие вообще я в Хорватии уже больше двадцати раз из них больше десяти раз именно в Порич объехав всю Хорватию я выбрал себе место где все просто идеально ахой многие из вас скажут конечно какой-то идиот двадцать раз он в Хорватии но во Франции в Италии в Испании естественно везде ему тоже просто если человек все лето на море то ему нужно же как-то разнообразить чтобы не появилась я был ух кое-как и о Die кое-как о в с туристами кстати здесь тоже все в порядке тут несколько миллионов туристов за лето успевает на дыркнули Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok